Я, конечно, верю, что с утра все супер красотки, но лично я утром просыпаюсь вот с такой челкой, которая вот так вот торчит. У меня жутко сейчас чешется голова. Я просто проделываю один эксперимент. Я, конечно, надеюсь, что у меня вырастет невероятная шевелюра, и я об этом вам обязательно расскажу. Но вот так вот я выгляжу не расчесанная, не накрашенная, вот с такими припухшими губами. С какими-то прыщечками, несовершенствами. Это я. Пойдем скорее купаться. Так, я вылезла из ванны, и девочки, я сейчас вам покажу еще раз все, что я просто обожаю, что очень советую. Ну, мокрое, так как я из душа, просто рекомендую вот эту вот серию от Naturallium с манго. Гель для душа, потрясающий, такой нежненький, такой мягкий. И я уже почти закончила вот этот лосьон. Как видите, с дозатором у меня все в порядке. Действительно, вот это просто отвалился. У меня здесь почти нет. Я очень хочу серию с малинкой еще попробовать. Я попозже обязательно зайду в Гош, посмотрю, продается это непосредственно в магазине, или придется онлайн заказывать. Но это легкий мусс, который отлично увлажняет кожу, просто потрясающий для ежедневного ухода. То есть нанес, и тут же ты можешь, вот я надеваю сразу же там вещи, к примеру, да, но кожа в то же время увлажнена. Мне кажется, для особенно летнего времени это будет потрясающе. Голову, как видите, я помыла вам, как поваренок в этой штучке. И сейчас я пользуюсь, я пользовалась где-то, сейчас я вам покажу, наверное, недели три вот этой вот серии. У меня было целое отдельное видео для окрашенных волос, очень интересный кондиционер-шампунь. Но сейчас отложила и пользуюсь Хэско с кондиционерами-шампунь. И это серия текстурирующий шампунь и кондиционер с гавайской морской солью, без сульфатов и парабенов. Мне очень нравится то, что волосы, знаете, они такие немножечко, так как у меня жирнятся на корнях, они подсушены, и они такие действительно прям разделенные, получаются пушистые на корнях. Для меня это самое главное. Сейчас пользуюсь, очень нравится, запахов каких-либо нет. Давайте перед тем, как я пойду делать кофе, что-то еще поболтаю. У меня есть из прошлого заказа вот такие патчи. Укрепляющая маска-патч для кожи Век от Фаберлик. Я надеюсь, что не сильно отсвечивает, и все же видно, но в инфобоксе вся информация. Вода, глицерин на втором месте, сорбитол, содиум, полиакрилат, поля... Была большая ошибка. Ладно. Подтягивающая кожу вокруг глаз. Это Beauty Lab серия. И мне было их интересно попробовать, потому что на них были очень и очень положительные отзывы. У меня сейчас мои патчи заканчиваются. И, ну, собственно говоря, это выглядит все вот таким вот образом, как обычно. Бывает на одной, на двух штучках. Так, открепляем. Вообще, если честно, я, конечно, не очень сейчас прикреплю. Верю в эффект таких патч, но потому что это действительно просто такой разглаживающий, временный должен быть эффект. Так как, мне кажется, ничего полезного в такой клейкой структуре быть не может. Но, возможно, я ошибаюсь. Не знаю. Ну, как бы для... Почему бы нет? Вот сейчас пойду, налью себе кофеек. И забыла, забыла. Умываюсь я все так же. У меня здесь еще больше половины. Это Earth Science. Очень нравится умывалка эта. Это на утро. Я вам, кстати, потом покажу вечерний уход. У меня сейчас кое-что новенькое появилось. Масочки поделаем. Потестируем новинки. Так что вечером будет, я надеюсь, интересным. Потом я закончила свои очень многие тоники. Потихоньку уже от кислот начинаю отходить с Центеллой. Целое видео пьюрита у меня есть. Очень люблю. Особенно с утра, когда вот всякие покраснения. У меня что-то какие-то пигментные немножко пятна пошли, хотя я солнцезащитой пользуюсь. Ну, в общем-то, очень-очень даже хорош. Как сниму патчи, я себе обязательно нанесу. И потом нанесу, ну, чтобы с утра уже прям так не возвращаться. Я нанесу вот этот крем от Хеймиш. Сатиновый, как я его называю. Но это болгарская роза. Ну, хотя, да, сатин-крем. Очень-очень он классный. Тоже у меня есть, девочки, отдельное видео. Кожа после него. Такое ощущение, что она не бархатистая. Хочется трогать, трогать, думать, неужели это моя кожа такая на ощупь. И иногда с утра я добавляю вот такие вот капельки. Ну, это, по сути, здесь витаминный комплекс. Вот я никак не могу настроить камеру, чтобы она хорошо фокусировалась. То есть, сделано в Японии. 20 миллилитров. В общем, такие увлажняющие капли. Так, и что-то я еще. Крем под глазки. Сейчас я использую от Фаберлик с утра. Питательный. Кислородное питание. Вот такой вот из этой серии. Ну, это серия кислородное питание. Очень нравится. Моментально впитывается. Не скатываются консилеры, дальнейшие продукты на нем. И самое главное, я скажу, что здесь не прям питание, а такое неплохое увлажнение. И так интересно, когда пальчиками наносишь, ощущение, что под пальчиками лопаются пузырьки. Очень приятные ощущения. Так что, да, в принципе, именно на утро. На вечер нет. Его мне будет мало однозначно. Потому что, как я уже сказала, это, по сути, не питание, а такое увлажнение. Так, убираю лишние тюбики. Все, пошла наливать кофе, потому что я это снимаю перед работой. Уже, кстати, вечер того же дня. И я хочу вам показать, что я буду делать сегодня вечером. Я вернулась с работы. Заколю сейчас свои волосы. И первое, что я буду делать, это умываться. И я использую, я вам рассказывала, двухфазный у меня этап. То есть, сначала масло, потом какой-нибудь гель для умывания. Ну, вот у меня от Хеймеш заканчивается. И я думала, что мне нужно как-то сэкономить, взять что-то бюджетное. И я наткнулась на вот такое средство. Это черный жемчуг, масляный пилинг для лица. Честно, меня заинтересовало. Я думаю, почему пилинг, масляный. И, вы знаете, я уже три дня пользуюсь. И мне очень даже нравится это средство. По сути, это действительно вот такое густое масло. Ну, оно, знаете, такое желеобразное, я бы сказала. И здесь есть мелкие, мелкие, их не видно, скрабирующие частички. И нужно, соответственно, сначала лицо намочить, и потом умыться. И получается, что это и пилинг одновременно, и в то же время, так как есть масло, снимается макияж. И потом я все так же свою водью от ЦРВ использую. Гель для умывания, это у меня для нормальной и жирной кожи. Именно, которая не кремовая такая консистенция, а гелевая. Давайте буду умываться. Из моих, так скажем, новинок, у меня от Фаберлик есть две маски. Одна очищающая маска для лица, мотирование и себорегулирование для жирной и комбинированной кожи. И другая маска ДЕТОКС с древесным углем. Это для уставшей кожи. Ну, вот я даже не знаю. Наверное, давайте сегодня я сделаю вот эту очищающую масочку. Ее нужно нанести на 10-15 минут. Использовать 1-2 раза в неделю. Я так понимаю, что она идет с... Ох, как она запакована. Не халамбалам. Она, наверное, у нас, я так подозреваю, с... А ну-ка. С глиной. Белая такая маска. В зеркале, не знаю, себя увижу или нет. Сейчас я вот так нанесу нужное мне количество. И затем возьму лопаточку, которой у меня под рукой нет. Поэтому в рот попало. Ммм, как она приятно пахнет. Ай, в рот не надо. Ну, давайте. 15 минут, как заявлено, с ней похожу. Посмотрим. Она очень такая, знаете, кремовая. Мне кажется, что она не будет сушить кожу. Лишней не будет. Все. Кстати, вот так вот выглядит после утра мой рабочий стол, на котором я снимаю видео. Это вот задний фон, который вы обычно видите сейчас. И я перед работой сняла все. И вот сейчас буду это разбирать. И быстро побежала на работу. Но я хочу вам показать еще кое-что. Вот у меня стоит, я фотографировала, что я заказывала Фаберлик. Мне очень нравятся их средства для посуды. Это пока я с масочкой на лице. Кстати, она у меня щиплет немножко. Я прям чувствую такое покалывание. Мне нравится для мытья посуды с малиной их средство. А это я взяла эвкалипт. И, кстати, я его не понюхала. Сейчас я понюхаю и скажу вам. Действительно, запах эвкалипта. Потом кондиционер для белья. Я вообще люблю их кондиционеры. Но вот такой вот именно я не брала. Это защита цвета и волокон. И, кстати, его я тоже не нюхала. Удивительно, как это я так могла сделать. У него очень концентрированная отдушка. Я, кстати, не настолько прям люблю концентрированные отдушки. Но он такой своеобразный. Не каждому по запаху понравится. Но раньше я постоянно брала их кондиционер. И вот этот порошок, который идет, альпийские луга. Да, вот аромат альпийские луга. Мне нравится. И, в принципе, выходит, ну, так выгодно довольно-таки. И еще в оранжевой упаковке тоже часто брала. Еще хотела показать. Для мамы взяла вот такие вот черевички. Мне очень они понравились. Ну, называю черевички, понятно, да, обувь. И мне действительно они прям очень-очень понравились. И я надеюсь, что мама будет с удовольствием носить. Очень приятный вот этот искусственный мех. Но, кстати, у мамы размера 36-37. Вот эти взяли 37-й. И нужно прям расслабленными оставить шнур руки, чтобы вот здесь вот не жало. Это, кстати, у нее подставка под кофе. Это я посылку, которую сейчас покажу. Но так она дома походила. Говорит, в принципе, удобно, нормально. Сейчас просто у нас грязь сильная. И как-то в грязь надевать не хочется. Очень, мне кажется, классно. Обращайте внимание, девочки, у Фаберлик на одежду и на все. И особенно на кэшбэке действительно сейчас выгодно. А это я распаковываю из Таиланда. Я просто уже насмотрелась сто раз, как Олеся Барзаева показывает в своих видео вот эту пудру, которую я распакую, вам и покажу. И мне я так была удивлена за две недели. У продавца, у которого я заказала, рублей 200 она стоила. И он мне выслал за две недели. Ой, там какие-то жвачки или конфет. Да, смотрите, это конфеточки. Как приятно, когда кладут подарочки. И это магическая пудра. Здесь аж BB пудра она называется. Здесь, кажется, аж 50 грамм. Да. И я, если честно, рассчитываю ей закреплять макияж и под глазки, что она не будет сушить. Она действительно стоит сущие копейки. Но на нее такие отзывы мы с вами обязательно протестируем. Кстати, вот такой у меня маникюрчик новый. Недавно совсем я сделала. Вот так вот он выглядит мраморный. Мне нужно было сделать что-то быстро и нейтрально. Потому что всякие яркие маникюры мне просто надоели. Так, я сейчас буду прибираться здесь. У меня снова коробки заполнены. Фокусируйся. Фокус. Фокус. Вот. Коробки разбирать. Кстати, задний фон у меня сейчас гирлянда. Вот такая вот на стену. Я хотела что-то симпатичное сделать. Но я думаю, может быть, заказывать именно фоны. Что вы думаете? Напишите на этот счет. Прошло уже минуток 7. И она, смотрите, становится такой немножечко, как будто бы она впитывается. Полупрозрачная. Не настолько белая. И вот здесь, вот в этих местах, на щечках особенно, я чувствую вот это покалывание. И даже, может быть, немножко жжение. Ну, наверное, это нормально. Я надеюсь. Я успела даже уже покушать. И эта маска, она полностью, ну да, как я смотрю, высохла. И знаете, как будто бы пудровый. Такой эффект на лице очень интересный. Сейчас давайте я умоюсь и посмотрим, есть ли какой-то от нее реальный эффект. Маска, она мне очень, очень сильно напомнила другую маску от Фаберлик. Я вам ставлю вот сюда фотографии. Я не помню, как она называется, хотя она у меня не так давно закончилась. И я показывала ее в пустых баночках. Как-то название связано, что-то там от Клеопатры, то ли увлажняющая она была. То есть сказать, что вот эту маску я советую именно там для жирной кожи, что она какая-то прям очищающая. Ну, кожа приятная, я ничего не могу сказать. Я вижу, что немножко, у меня вот здесь вот сейчас сильно расширяются, опять стали поры. Потому что я и кислотный уход свой закончила. Но прям вот такого сильного какого-то именно очищающего эффекта я с первого раза, честно скажу, не заметила. Но следующее, что мне хочется сделать, это, наверное, тканевую маску, увлажнение, экстракт лотоса. Это тоже от Фаберлика. И что здесь у нас еще? Водоросли увлажняют кожу, сохраняют молодость, улучшают цвет лица. Всегда тканевые маски обещают очень-очень много чего. Ну, хотя, знаете, наверное, не буду сегодня делать все же тканевую маску, потому что, да, их по-хорошему нужно делать каждый день. Но у меня куча всего сейчас впереди, поэтому, что нужно сделать? Я вам хочу показать два средства. Ну, крем под глаза у меня еще я не добила пьюрита. У меня тут корейский другой мой уход не дошел, посылка потерялась. Должны выслать снова. Поэтому сейчас под глазки крем. На лицо у меня будет сначала тоник, возьму какой-нибудь я, потом ретинол. Это Йос, наверное, Йос фирма называется, не знаю, как правильно. Это ретинол 2,5%. И такая очень стеклянная баночка, очень классная упаковка. Я этим ретинолом пользуюсь примерно 2 недели, мне очень нравится. Да, у него там не самый приятный аромат, но меня это никак не пугает, потому что на лице он не держится долго. Брала на iHerb состав отличный, девчонки, но не уверена, что здесь действительно 2,5% ретинола, потому что моя кожа реагировала, мне кажется, более так как-то неадекватно, но особо ничего не шелушится. И давно еще брала я вот такой вот крем, надеюсь, что сфокусируется все. И это тоже эта же фирма, 2,5%, тоже ретинола, но это крем под глазки. Но я почитала в отзывах, прежде чем я его взяла, девчонки писали, что используют на все лицо, а под глазами просто жутко потом все шелушилось. И я наношу, избегая области глаз, очень-очень приятный крем. Здесь как бы объем аж 50 мл, он такого немножко желтовато-белесого цвета. Аромат у него нейтральный, то есть его практически нет, он моментально впитывается, но в то же время кожа такая увлажненная, и мне кажется, что она действительно разглаживается. Но мне, я прям в восторге от вот этой парочки. Так, на этом я закончу видео и пойду заниматься своими делами. Ну а мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. И обещаю, что в ближайшее время выйдут видео, вы спрашиваете постоянно про... Ну я, во-первых, запишу вам впечатление месяца. У меня когда-то, кто со мной давно, знают, что у меня была такая рубрика про впечатление месяца. И просто этот месяц, поверьте, он был у меня март тяжелый. У меня куча было всего и трагического, можно сказать, и печального, и хлопот, забот таких ненужных, которыми я обременена была. Надеюсь, что все, март заканчивается, и это все позади. Поэтому я не снимала видео, в принципе, поэтому про обувь, расхламление, про сумки, все это будет. Ответы на ваши вопросы обещанные будут, и куча других видео. Так что мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока!